Всем привет! Мы начинаем новый влог. Мы начинаем его из лифта. Сегодня у нас 15 марта, вторник. Я сегодня выходная. Лёша до обеда тоже точно работать не будет. И мы сейчас... Время 9 часов, начало 10. И мы сейчас с ним едем в город. У нас сегодня замечательная такая погода. Светит яркое солнце на улице. Но морозится всё равно по ночам есть. Но сегодня вроде небольшой был. Минус 2 или минус 3, что-то такое. А вот... Зато днём прекрасное весеннее солнышко. Мы с вами выходим на солнышко. Сейчас вам расскажу, куда мы едем, зачем мы едем. И примерно расскажу, как мы проведём сегодняшний с вами день. Поехали! Сейчас мы едем в один офис в центре города. Нам надо сдать путёвки медицинские за предыдущий месяц, которые выдают водителям каждый день. Затем мы поедем за Леной. Надо её забрать. Лёша, а ты не здоровался. Всем привет! Потом... Значит, мы поедем за Леной, заберём её с собой. Нам надо заехать обязательно в ритуальный магазин. Купить какую-то корзину с цветами или венок. Потому что мы сегодня идём на похороны. Надо машину обязательно помыть. Просто обязательно. Она очень грязная просто вообще. И внутри, и снаружи очень грязная. Потом мы поедем в прощальный зал на похороны. Умерла наша знакомая. Она даже нам не просто знакомая. Она нам... Очень близкий человек. Хороший человек. Конечно, мы... Всем её родным и близким выражаем свои соболезнования. Но, к сожалению, словами такие эмоции описать и выразить очень сложно. Ну, как бы... Очень хорошая женщина. Очень хорошая женщина. У меня всегда о ней только тёплые воспоминания. Тёплые, добрые воспоминания. Очень хороший человек. Жаль, конечно. Очень жаль. Ну, а потом уже после похорон я поеду домой. Мне надо сегодня и первое, и второе приготовить. А Лёша поедет работать. А Лена, по-моему, тоже поедет работать, потому что я не знаю, она на работе так просилась на целый день или на полдня. Точно не знаю. Мы уже забрали дочу и приехали в ритуальные услуги. Сейчас выберем или вино, или корзину. Ну, сам магазин внутри я вам показывать не буду, а что купим, тогда покажу. Так что пойдемте в магазин посмотрим, что тут есть. Ну, вот такую корзинку мы купили. Ничего, с ленточкой нам ленточку подписали. Ну, это лучше, да, что было там. 1900 такая корзина стоит. В багажник, да? Ну, клади в багажник. Ну, все, сейчас мы поедем на мойку, помоем машину, потому что она очень грязная, прям, ну, очень. Совсем стыдно на такой машине ездить, и вдруг придется людей каких-то отвозить, подвозить с прощальной церемонией. Поэтому надо обязательно машину помыть. Она в жутком состоянии. Сейчас я вам покажу, в каком она состоянии. Даже вот внутри, не то, чтобы снаружи. Так что мы сейчас поедем на мойку, кофеечку там попьем. Я надеюсь, там будет работать кофейный аппарат. И в 12 у нас уже прощальная церемония. Ну, а после я уже тогда подключусь к вам. вот такое лобовое стекло у нас понимаете, да? Такие боковые стекла. Вот такие у нас коврики. Просто вообще в жутком состоянии коврики. Просто вообще и задние такие же. Поэтому нам надо просто очень срочно помыть машину, пропылесосить, сделать влажную уборку. Ну, и время к тому же у нас есть, потому что время сейчас без 15.11. Так что все успеваем. Ну, все, мы уже уезжаем с мойки. Не успеваем мы по времени вообще помыть свою машину. Попросили нам делают только керхер ополаскивание с ковриками. И все. Это вот автомойка один из филиалов, где я раньше работала. Потому что на ту мойку, где такси моют, там, во-первых, очередь, а во-вторых, долго ждать. Там мойка пылесос влажная, говорят, около часа. А мы уже не успеваем по времени. Но тут рядышком заехали на свою мойку, где мы раньше работали. Нам вот Танюшка делает керхер и коврики. вот. Ну, все равно хоть чище будет. Все-таки керхер сейчас грязь с кузова смоет. И самое основное вот коврики внутри. А пылесос влажный тогда. Ну, влажную уборку я вчера делала сама. Ну, а пылесос тогда, может, что-нибудь дельку сделаю. Там по поводу пылесоса еще терпят. Так что вот так. ой, погода у нас такая замечательная. У Лены прям волосы медового цвета на солнце. Видите? моя гуглка маленькая. Она такая маленькая. Когда она вырастет, вообще непонятно. Да, что-то растет. Это время маленькое. Поймешь на ручки? Да. Вась, мы потом. После влога. Да? Похоже мы с тобой вот смотри, как две капли воды, да? Девчонки, пишите, похожи мы с Леной? Меня нашли в капли. Нет, тебя нашли в цветах. Картусы? Нет, в розочках, в пиончиках. Как это снимается? Что? В глаза? Я все вижу. Вон наш папа выезжает. Да, кстати, выезжает. Все. Ну вот, все равно чище, гляньте, какая. Белая да, хоть белая. Танюш, большое тебе спасибо, Танечка. Очень выручила, спасибо. Чистая наша машинка, чистая. До свидания, с тобой я не дружу. И коврики у нас чистые. Какая Танечка молодец, очень выручила у нас все, поедем. Как раз впритык приедем. Ну все, мы уже освободились, как бы, на поминках побыли, отвезли Лену, и сейчас Леша меня отвозит домой, я буду кушать, готовить, а Леша поедет работать. Время пять часов, мне надо обязательно приготовить и первое, и второе, потому что у нас дома ни первого, ни второго нет. Так что, такой грустненький у нас сегодня влог, но это жизнь, тем не менее, это жизнь. В общем, поехали домой готовить. Вы же будете мне помогать, правда? Ну что, я уже дома, кое-какие заготовки уже сделала. Я буду варить сегодня щи зеленые из щавеля, или с щавелем, как правильно, и с яйцом, и макароны с ленивым жульеном. Вчера я знала, что пойду сегодня на поменки, поэтому я заранее сварила бульон, и сейчас его поставила кипит, чтобы он закипел. Мясо я уже отделила от кости, порезала и добавила в бульон. Жду, когда он закипит, засыплю картошку. Щавель у меня в заморозке. А для жульена у меня филе индюшиное, филе индюшки, сыр, а в холодильнике я еще не добавила, и грибы у меня тоже замороженные. Сейчас порежу куриное, ой, куриное, филе индейки соломкой и буду обжаривать. Вообще надо грибы сначала обжаривать, но они у меня уже обжаренные и замороженные. Размораживать не буду, сразу замороженные добавлю. Сейчас поставлю сковороду и буду, пока будет разогреваться, я нарежу филе индейки. у меня тут большой кусок килограммовый, я сейчас нарежу сколько мне надо, а если останется, тогда положу в морозилку, или положу в холодильник, а завтра сделаю котлеты. Не знаю, посмотрю сейчас. Скорее в морозилку положу, пока котлеты не буду делать, у меня в заморозке много котлет. Тут кило сто филе индейки. Мне вообще в последнее время куриное не нравится, я индейку покупаю, курицу не покупаю. У меня тут в раковине пакетик стоит для мелкого мусора, чтобы каждый раз руками грязными не лазить мусорку не открывать шкаф и попрошайка около моих ног стоит. Сейчас порежу, да. На. Вот попрошайка моя маленькая. На. О, бульон кипит. Сейчас соли воду картошки и буду варить картофель до полуготовности. После чего добавлю судорщавель. Сейчас водички надо еще погреть. шуметь сильно, да? Вода. сейчас быстренько филе нарежу. соломкой режу. Ну, полосочками. Чтоб не кусочками было, а полосочками, так посимпатичнее. Попрошайка так и сидит возле моих ног. Те кусочки, которые я ему дала, он их уже съел. Ленива жульена. Рецепт, кстати, есть на моем канале. Там филе, можно куриное, можно индейки. Грибы, шампиньоны. Лук мы не добавляем, потому что у нас Леша лук не ест. И сливки, а, и сыр, чертый на мелкой, крупной терке, без разницы, он все равно расплавится. И спагетти отварю. Но спагетти буду завтра отваривать, потому что сегодня есть мы не будем. А завтра на обед приедем, и я быстренько отварю с пагетти. Кстати, хозяин машин, которые мы арендовали. Поднял аренду на тысячу рублей в неделю стало дороже. Мы раньше пять платили в неделю, а теперь будем шесть платить в каждой. Я платила пять тысяч в неделю, и Леша платил пять тысяч в неделю, а теперь он сделал шесть. Когда мы вчера, а, позвчера с ним встречались, и он нам поднял аренду. Так что вот такие вот дела. Ну, потому что цены на машины подняли, цены на запчасти подняли, соответственно и аренда поднялась. Спасибо. Спасибо. Так, все, курочка просто обжаривается. Я ее не сильно обжариваю, потому что она еще с грибами будет обжариваться, еще в сливках. Просто до белого цвета. Ой, у меня камера опустилась, а я не заметила. Сейчас поправлю. И давно вы у меня так опустились? А я и не вижу стою. Все поправила, и все у меня влетает, ничего у меня руки не держат. Ужас какой-то. И камеру я поставила тоже криво. Вообще сильно не очень хорошее настроение. И поэтому руки мои, наверное, не держат. Или плохому танцору всегда что-нибудь мешает. Так, курочка еще минут 7 потушится, и все. Так, картофель еще не закипел. Сейчас оставшийся кусочек положу в пакетик. И в морозилку. Так. Ой, глава вообще, моя шутка, не варит совсем. Сейчас подпишу, а то замерзнет, потом не вспомню, что там лежит. Надо маркеры новые покупать. Или что-то вообще уже перестает писать. Вот так я подписываю в пакетике. Видите? И все. И в морозилку отправляю. И когда мне надо, надпись эта очень хорошо видна. Не знаю, помолвите, я до этого не додумывалась. Раньше достаешь из морозилки и думаешь, что это такое. Ну, все приходит с опытом, все приходит с гаданием. И теперь, конечно, мы уже все умные. Сейчас буду грибы доставать и положу это. А, грибы нам в доставке еще щарли. Пусть потушится чуть-чуть, а я только достану из морозилки продукты. Достала я все. У меня тут, кстати, есть грибы. Грибы замороженные и обжаренные с сыром. Грибы обжаренные и здесь натертый сыр. Это я тушки кальмара начиняла. Так что я тоже сюда добавлю сливки достала и сыр достала. Тут у меня, не знаю, посмотрю, сейчас добавлю, мало или много. И еще мне потребуется пару ложек муки. Я добавлю в куриное филе и в грибы, чтобы сливки не свернулись. А тут у меня уже кипит картошка. Кипит уже минут семь. Так что я сейчас добавлю замороженный щарель. Этот щарель мне замораживала мама. Я замораживаю в зип-пакетах, а мама в обычных. И вы знаете, я заметила, что тот щарель, который я замораживала, он у меня весь зеленый. А тот, который мама замораживает, он почему-то некоторый желтый. Не знаю, что она делает не так. Понятия не имею. Но некоторые желтые почему-то щарель. Первый раз, кстати, такое вижу. Отключалось ненадолго. Надо было посуду помыть. Я не люблю, когда у меня посуда собирается грязная в раковине. И не хочу потом ворох посуду мыть. Поэтому я ее в процессе приготовления мою. Так, сейчас добавлю в курицу грибы. И накрою крышкой, чтобы они разморозились. Грибы у меня тут с сыром. Это я кальмары начиняла на свой день рождения. И что осталось, я замораживала. Сейчас разморозится. Посмотрю, сыра достаточно или нет. Если нет, тогда еще накрою на терке. Вот такой прям, пашихонский я взяла сыр в магните. Так, крышкой надо накрыть. Каждый раз, когда я готовлю, все время думаю, что приготовить, что приготовить. Прямо голова вообще не варит. Пока у нас тут закипает, будет щавель. У меня разбито 3 яичка. 3 яича. Сейчас я их собью вилочкой. Буду в щи добавлять. У меня картошки много получилось. Я последнюю доочистила, чтобы одна-две штуки не оставалось. Поэтому картошки много. Я 3 яича всего разбила. Обычно 5 добавляю. Но думаю, что 3 будет достаточно. Сейчас добавлю, посмотрю, если что, еще добавлю. И когда яйца я добавлю, я уже после этого солю и перчу. Но я сегодня не солить перчить не буду. Добавлю универсальную приправу. Она мне очень нравится. Магия. Я ее добавлю. Так, все, яйца взбила. Сейчас посмотрим, что у нас тут с курицей. Все хорошо. Грибы размораживаются. Все замечательно. Не знаю, одну ложечку добавить или две руки. Две, наверное, добавлю. Без горки. И сливки у меня вот такие. По-моему, в светофоре или в горках я их брала. 33% жирности. 33% жирности. Так. Ну ладно, подключусь к вам попозже, когда это все закипит. Да? Сейчас приправу добавлю. Ой, достану пока. Вот такая приправа я вам уже несколько раз показывала. Жульену я буду просто солить и перчить. А вот щи добавлю вот такую. И попозже к вам подключусь. Вы знаете, я хожу в тапках сегодня и ноги поднимаю, честно. Но все равно, когда тапки соприкасаются с плиткой, такой скрежет. Поэтому вы не подумайте, что я ноги не поднимаю. Я поднимаю. Просто когда ходишь в тапках, почему-то вот такой звук шуршания. Не очень приятное. Ну что, грибы мои уже разморозились. Сыра, кстати, здесь достаточно. Так что я не буду натирать. Сейчас добавлю 2 неполных столовых ложки муки. Что-то мне кажется одной хватит. Да, одну добавлю. Ладно, еще одну полную получается. Сейчас я все это хорошенечко перемещаю и залю сливками. Чтобы сливки не сворачивались. О, у меня тут пищи закипели. Сливок я добавляю немного. Вот здесь банка 500 грамм, а я добавляю грамм 200. Да, грамм 200. А то будет одна жидкость. И сейчас убавлю температуру. И буду тушить минут 20. Периодически помешивая. Сейчас только я еще посолю и поперчу. Солю и по батарейке садятся что-то плохо гудит, плохо работает. И сейчас еще раз хорошенечко перемешаю и накрываю крышечкой. Все, пусть тушится. Так, у тебя щи. Так, добавляем яйца. Тоненькой струечкой добавляю и мешаю. Я, кстати, раньше варила яйца вареные, резала пополам и в каждую тарелочку отдельно добавляла. Но это что-то у нас в семье не прижилось, потому что иногда кто-нибудь разогревает, когда у меня нет дома, кто добавляет яйцо, кто не добавляет яйцо. В общем, это у нас не прижилось. Поэтому я стала готовить вот так. И теперь добавлю приправу. И все, и теперь готовлю до полной готовности картофеля. Сюда можно еще лук пережарить, но лук у нас нигде. У нас не есть Леша, а я уже за столько лет отвыкла. Ну и все, а это будет тушиться минут 20, а это еще минут 5-7 до полной готовности картофеля. Ну вот, сейчас похвастаюсь, что я приготовила. Вот такие у меня щи зеленые. И вот такой вот у меня жилье. С грибочками, с сыром и в сливках. А спагетти отварю завтра, когда приедем обедать. Так что все, у меня первое-второе готово. Ну что, наверное, я на этом закончу наш сегодняшний влог. Он у меня был сегодня очень насыщенно. Хочу вас всех поблагодарить. Большое вам спасибо за то, что меня смотрите, за то, что ставите лайки, пишите комментарии, за то, что вообще вы у меня есть. Спасибо вам большое. Всем спасибо и пока-пока.